Что же такое сатана? В Ветхом Завете сатана это имя нарицательное, как падшее творение Божие, как мятежный подданный державы Божьей, который против собственной воли, конечно, может содействовать пополнению Божьего замысла. В Библии это слово относится к людям, исключение, вероятно, составляет книга Паралемион. В отношении ангела и самое первое упоминание в Библии является в книге чисел, где слово употребляется в первом значении, то есть препятствующий. В качестве имени определенного ангела сатана является в книге пророка Захарии, где сатана выступает обвинителем на небесном суде. Согласно христианской традиции, сатана впервые появляется на страницах Библии в книге Бытие в образе змея, обольстившего Еву соблазном вкусить запретного плода стереопознания добра и зла, в результате чего Ева и Адам согрешили гордыни и были искны из рая и обречены были добывать свой хлеб в поте лица тяжким трудом, как часть Божьего наказания за все. Все обычные должны теперь ходить в очреве. Библия описывает сатану также в образе Леофана, здесь он огромное морское существо или даже летающий дракон. В ряде книг Ветхого Завета сатаной называется ангел, испытывающий веру праведника. В книге Иова сатана подвергается мнению праведности Иова и предлагает Господу испытать его. Сатана явно подчинен Богу, является одним из его слух и не может действовать без его позволения. Он может предводительствовать народами и низводить огонь на землю, а также влиять на атмосферные явления и насылать болезни. В христианской же традиции к сатане относятся пролючество Исаии, о царе Вавилоне. Согласно трактовке, он, возгордившись и пожелав быть равным Богу, был снизвержен на землю и став после падения князем тьмы, лжи и человека-убийцем. Он, предводителем мятежа против Бога. А из пророчества Исаии взято ангельское имя сатана, переводимое как «светоносный». Многие богословы говорят об этом отрывком из Исаевой книги. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебе, и приготовлено было в день сотворения мира твоего. Ты был помазан херувимом, чтобы осенять свою «я», поставил тебя на то, но ты был на святой горе Божьей, ходил среди огненных камней. Ты свершой он был в путях своих со дня сотворения твоего, доколе нашлось в тебе беззаконие твое. В Новом Завете было написано, Иисус видел падение сатаны. Он же сказал им, я видел сатану, спасшего с неба, как молнию. Апостол Павел утверждает, что сатана принимает вид ангела света. А вот в Откровении Иоанна Богослова описывается большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его есть и семь диадем, про которые утверждают, что он есть сам дьявол и сатана. И вслед за ним следует часть ангелов, называющихся в Библии нечистыми духами или ангелами сатаны, который будет снизвержен на землю в битве с архангелом Михаилом, после того, как сатана попытается съесть младенца, который должен был стать пастырем народов. Иисус Христос полностью и окончательно победил сатану, взяв на себя все грехи людей, умершие за них и воскрившие из мертвых. Библия описывает людей на земле, верующих в Иисуса Христа, именно как победителя сатаны. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне наслана спасение силами Царствия Бога нашего и власти Иисуса Христа ему. Потому и был снизвержен клеветник, братец наш, клевещийся над Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнеца и словом свидетельства своего, и не возлюбившие души своей даже до смерти. И так веселись они, беса обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к нам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему останется времени. А в судный день сатана сразится с ангелом, владеющим ключом от бездны, после чего будет скован и снизвергнут в бездну на тысячу лет.